Добрый день! Мы снова вместе после майских праздников в студии Екатерина Абрамова. Мы расскажем сегодня о том, что же произошло на этой неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь нет света, перебой с водой. Крышу давно никто не ремонтировал. Трудно представить, что в таких условиях можно жить. Но многие, как и Нанахи Дебегашвили, к такой обстановке уже привыкли. У каждой семьи свои причины. Почему и как мы оказались в такой ситуации? У некоторых в городе не было дома никогда. Здесь они нашли пристанище. Кто-то потерял крышу над головой. На территории бывшего военного госпиталя сейчас проживает около 150 семей. Многоэтажный лечебный комплекс, который в начале 90-х торжественно открывал сам Эдуард Шеварнадзе, теперь находится в аварийном состоянии. После того, как госпиталь перевели в город Гори, это место в центре Тбилиси превратилось в пристанище для бездомных. Старожилы здесь Гульнази Пентехашвили и ее супруг, инвалид второй группы. В потере собственного жилья винят сына, который проиграл крупную сумму в казино. Он долго скрывал, что у него проблемы. Позже выяснилось, что он играет. Оказывается, у него были большие долги. В один прекрасный день нас вынудили продать дом. С того дня мы сына не видели, а сами оказались в этом месте. Гульнази говорит, ей повезло. Есть хотя бы мебель. А вот у соседки Екатерины Берадзе ничего, кроме одной тумбочки и двух матрасов. Вот и приходится внукам спать на полу. Рядом канализация. В деревне мы дом продали, решили переехать в город. Деньги истратили, и вот остались на улице. Сейчас дочка торгует и зарабатывает на хлеб. И таких объектов, которые оккупировали бездомные, в последнее время становится все больше. Только в Тбилиси несколько десятков. В основном это заброшенные стройки, заводы, фабрики, бывшие школы и детские сады. Александру Мелкадзе еще недавно многие могли позавидовать. Семья, работа, квартира 200 квадратных метров. Но теперь он тоже бездомный. Приходится скитаться по родственникам. Его история простая. Решил открыть магазин, взял кредит в банке, а тут финансовый кризис. Выручки ноль. Начали расти штрафы. И в один прекрасный день я получил уведомление о том, что моя заложенная квартира перешла в распоряжение банка. При этом, когда положение улучшилось, я возобновил взнос суммы. Однако было уже поздно. Сегодня только под Тбилиси невыплаченных кредитов 86 тысяч. Есть случаи, когда причиной потери имущества становится взятая в рассрочку бытовая техника. А порой мобильный телефон или путевка на курорт. Легкие кредиты – это как мышеловка, в которой оказаться очень просто. Деньги выдаются без проблем. Правда, под высокие проценты от 32 до 40 и их выплата должна начаться уже с 10 дня. Однако, если у тебя нет денег сегодня, то вряд ли они появятся в ближайшее время. И вот включается штрафной счетчик. На первый взгляд, в онлайн-кредитах нет ничего противозаконного. Их выдают зарегистрированные организации, которые платят налоги. За этим стоят судьбы тысяч людей. Нужно признаться, что наше общество оказалось не готово к современным услугам финансовых организаций. Нужны реформы. Иначе, говорят эксперты, проблему не решить. Одна лишь пугающая цифра. Только в Тбилиси сегодня около 3000 семей, не имеющих пристанища. Пять лет назад было на 22% меньше. Михаил Рубакидзе, Хвича Самадашвили и Нана Пейкришвили. Вместе Грузия. Итак, тысяча и один способ потерять квартиру. Специальный репортаж Михаила Рубакидзе смотрите на телеканале МИР24 на следующей неделе. Всего доброго, до встречи. Увидимся через воскресенье. Всего доброго, вместе. Интересно. Редактор субтитров А.Семкин